так друзья с новым годом отдыхать не никогда не получилось вопросы идут популярность мне выходит лишними заботами но я не обижаюсь потому что это все что вы увидите должно оказаться в ваших садах в данном случае показываю сертификацию китайка красно-желтая один из самых вкусных сортов которые никогда не дичают которые за тысячи лет никто никогда не прививал добиваясь сохранения качества качество сохраняется генетически всегда сеянцы всегда непривитая и всегда вкусная это один из лучших сортов которые в моей коллекции и красота прививать не надо теперь мы будем стрессировать сегодня у нас 3 января так а раз 3 января то осталось за высадки 3-4 месяца вот это такой срок чтобы она выдержала 3-4 месяца и преждевременно не проснулась держать придется при температуре близкой к нулю но мы сейчас с вами часть засобцируем мы как бы сказать мы как бы сказать сам принцип излагаем для начала песок вот он значит это песок из пососин вот мы сами берем там песок такие знаете самодельные карьеры он настолько чист что используется нами в этом укладка печей приготовление там того же самого цементного раствора настолько хорош и никогда лично там где я беру не плесневет ваши варианты могут быть все-таки немножко сорганика а тогда нас или прокаливание или промывание горячей воды или даже как многие советуют еще и значит обеззараживание с помощью той же марганцовки и так далее самый простой способ мне ничего этого делать не надо значит про песок поговорили вода у меня из-под крана но там очень вода такая живая я сколько колодец водой поливая не считая не растет даже даже овощи а вода которая в кране это речная вода она более ценная теперь надо выдержать соотношение для чего сфиксируем хранение безморозном состоянии на крайне низкой температуре для того чтобы постараться повторить природное качество без сна не просыпаются когда холодный сон холоде в темноте тогда просыпаются берем самую кружку любая размер кружки не имеет значения почему есть главное не размер не литраж а соотношение воды и песка поехали выдели раз два три четыре пять для начала 6 и такой же объем шесть к одному вначале делаем объясню почему выливаем такой же объем и начинаем перемешивать обычно у меня шесть и семь к одному так почему я объясню чуть позже пока это нам не надо так это потом сторонку начинаем размешивать идея сейчас должен получиться консистенция такая какая надо слегка сырой песок проверяем вот я всегда это делаю чуть-чуть заранее дело в том что у нас два карьера я как тот бариданом из сон который не мог выбрать из двух торб где вкуснее овес и умер от голода чтобы понять каком из двух карьеров лучше песок а там немножко структура песка разная вот сейчас я вам покажу и так смотрите вот видите 6 к 1 прекрасно, соотношение отличное, но здесь важен уже следующий момент, мы теперь должны начать соединять, и так, как просто, проще не бывает, еще раз говорю, самое то, соотношение 6 к 1, вот, иногда я делаю 7 к 1, но это уже для абрикосов, объясню чуть позже, итак, на дно вы сыпали, открываем банки, банки брать неудобно, пересыпаем в тазик, и тонкий слайм высыпали, вот так вот, снова засыпали его, вот, так, снова высыпали, тонким слоем засыпали, вот, некоторые тонкости обещают чуть позже, ну-ка, видно, что там что-то получается, ага, пока еще съемка идет, опять так, опять так, вот, сейчас еще засыпали, опять так, и, кстати, я готовлю это для вас, я, знаете что, пришел январь, вот, и я уже буду вам высылать, через неделю-две, через неделю-две, я начинаю высылать уже в сором песке, вот, частью оставляю себе, контрольное все, у нас бывают аномальные зимы, и даже аномальные леты, никогда не мешает страховка, никогда, так, так, еще, заметьте, я еще и половину не увожу, дело в том, что, один из секретов заключается в том, что, если не хватит влаги, то, да, будут сходить семена, но первые торопыги, которые уже зайдут, будут сосут себя, как губка, всю влагу, а те, которые останутся, захотят зайти позже, им уже влаги до схода уже не будет, все, 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 не будет, значит, что из этого следует, из этого следует, что надо песку, чтобы было достаточно, вот, не экономить на песке, так, все, песок кончился, так, сейчас, как раз, ну, получается, пол ведра, и мне сейчас, предстоит повторить, снова набрать 6 частей песка, 1 часть воды, снова размешать, и как раз получится, и ровно все, вместится вот эта банка 3-литровая, 10-литровом ведре, так, ну, не повторять же, это на ваших глазах, вы уже видели, на половине работы, вот эта, пол работы сделана, вы уже видели, что, можно говорить о чем-то, может, о следующем, вот, вот это есть, сертификация, теперь осталось обеспечить, это ведро, температурой, можно от минуса 1-2, но не больше 2-3 градусов, иначе взойдет раньше времени, вот так, друзья, ну-ка, запись еще идет, идет, а, мою морду видели, она в экран часто не влазит, но дело в том, что не все знают, кто такой железок, вот он, видите, вот, и не все знают, что вся эта красота в Сибири, вот, и кто со мной познакомится, лично не будет, все время новые, новые люди, я узнал случайно, 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 и о том, что в Сибири можно эту всю красоту вырастить, ну, вот так, это есть маленький фильм, и все время, кажется, что я что-то ценное не сказал, так, еще надо пару советов дать, ну-ка, я сяду, так, вот он я, вот, где-то можно чуть-чуть убрать, значит, следующий момент, высадка, сроки высадки, слив обычно это 3 месяца, так, у меня часть слива расфасована еще сухими, вот эти же сухими, этажа по 10 штук, и вот, и я смотрю так, Сибирь, Дальний Восток, Урал, средняя полоса России, Юг России, Юг России заказывает вот это вот, это же Дальний Восток, это Китай, понимаете, но уже Китай, которая несколько сотен лет пожили уже в России, Дальнем Востоке, и уже выдерживает 40-45 градусов, я бы не пробовал, но, наверное, 50 выдержал, вот, ценность необыкновенная, представляете, плевать не надо, вот, а европейцы, европейцы свои европейские, русские сливы, венгерские сливы, ну, и еще много чего, вот, кроме вот этих самых Китая, значит, и Китайки пойдут на юг, а на юге, догоняйте, о чем пойдет, то есть, на юге-то, можно садить в марте, а сейчас январь, а я всегда определил средний срок, это опыт, многолетний опыт, 3 месяца цифрикации до слив, не знать, что все взойдут, чуть опоздали, зазидела трава, с неба поступает команда прекратить схожесть, и ваши сливы, вот эти вот, в будущем 3 месяца, все правильно, но пропустив срок, то самое, когда все в природе просыпается, они будут целые, здоровые, если мы мышам не позволить их съесть, и на следующий год, и я такие примеры приводил, я тоже попадался, я тоже на эти грабли наступал, на следующий год грядка вся зеленая, как ни в чем не было, а первый год ни одного всхода, когда вы пропустили, сертификация уже все проверена, отмеренность, вот эти соотношения воды, с песком, сроки, но срок 3 месяца, он средний, средний, вот, чуть меньше он может быть для европейских слив, ну, догадывайся, почему, там лета длиннее, зима короче, а именно сейчас я делал один из вариантов китайских слив, слива, которая официального названия не имеет, называю ее сам, это я придумал, красно-желтая, ну, хотя, отличить от других, а так, строение дерева такое же, скелет такой же, листья такой же, ничего не отличается, размеры кроны, ничего не отличается, как это, морозостойкость, только размер, чуть-чуть другой цвет плодов, красно-синий, красно-желтый, красно-розовый, вот это, понимаете, это расхождение непринципальное, все они вкусные, уссориско-желтый, чуть отличается, она самая вкусная, вот, и на нее хуже прививается, извините, проверено, вот это обязательно надо иметь в виду, ну, и заканчиваю эту мысль, которая меня теребила, значит, придет заказ из Краснодарского, а почему нет, Старопольский, а почему нет, Старопольский, почему нет, а потом уже пошел Брянск, какую я срелу отправлю, а, ученики, конечно же, уже ту, которая статистированная, я ровно три месяца осталась для Уссетки, до марта, а если придет из, как вот, последний был из Тайшета, из Новосибирска, вот, из Иркутска, из Томска, Омска, Красноярска, еще сухие, будьте добры, ставьте срелу сами, или закажите попозже, но у сухих слив тоже есть свое преимущество, у сухих косточек слив есть свои преимущества, вот, особенно разница сказывается весной, я высылаю, сухие уже не высылаю, я высылаю, допустим, в марте среликсированы, пока доходит 10 дней, допустим, на почте, 7-10 дней, уже могут сейчас проснуться, их надо срочно садить, а в Красноярске снег лежит, а в Новосибирске снег лежит, может быть такое, может, но тут уж полностью угадать 100% невозможно, значит, нормальные люди, я отношусь к ним с таким, легким таким, ну, что же вы делаете-то, садят по горшками на подоконник, они вырастут вот такие вот, прекрасно, все, в Валерию Костяновичу, красота, высадили потом, через месяц, они подохли, или просто сидят, они не хотят расти, они опередили свое время, свои сроки вот эти, стадийные, что получается, проклюнулись, до упора держится в холни, уже пошли вот такие хвосты, да, в горшок, и куда, и опять тот же холод, есть место в холодильник, нет погреб, задержать развитие, вот теперь я сказал все, вот, фильмы, то есть такие же были, все таки, стол тот же, все тоже, чуть ли не те же банки, но, в прошло время, те фирмы похоронены среди тысяч моих других фирм, вот, попробуйте их найти, я сам иногда найти не могу, все, заканчиваю, благодарю за внимание, жду от вас заказы, почему, бесценные вещи, не замерзают, не пропускают урожаев, но если несколько деревьев посадить, вот, это чудо, уникум, я в Европе, сады так были, это, еще два слова, два дня, три, я провел 8 метров от Москвы, огромный дача массив, чего я там только не видел, изуродованные паршой яблони, все изувечены людьми, посажены все в углубления, все, всех эти красивые сделали эти бордюрчики из ярко-белых камней, все это самое, кругом раны, штамбы, вот, деревья покрыты мхом до верхушек, и нет, и чему подчеркиваю, войлочные виши, это тоже Дальний Восток, войлочные виши нашел две, плоды, как ноготь на мизинце, есть невозможно, больные, обойдя сотни, сотни, сотни деревьев, меня везде пускали, слух прошел, в Сибирь приехал авторитет, но в Мичуле нам называют, войлочные, о, это, слева были только черновые, так их называют, ну, то есть невкусные, когда слева не вкусные, называют черновые, вот, помните, как этот самый, американский фильм, когда лис поймал этого самого кролика, вот тут собрался его, может, тебя поджарить, может, тебя сварить, нет, не надо, мне только кинь терновый куст, если же, нет, не так, да вари меня, жаль меня, навертелья, что угодно, не кидай в терновый куст, умоляю, не кидай в терновый куст, лис берет этот кролик и зашвырнул терновый куст, тот, значит, отряхнулся, стал скажем, спасибо, терновый куст мой дом родной, но подожду, что он колючий, так вот, я, кроме колючек, ничего в Подмосковье не нашел, это что, нормально? Домашние слева были, китайских слева не было, это нормально, венгерок не было, а это европейки, вот, поэтому есть у меня венгерки, есть черносливы, есть у меня, как вы врать, белый низ, черный низ есть, вот, на платформе есть, все есть, но пусть будет маленький дефицит, нет у меня дефицита и зато у меня, вот так вот видно будет, не видно, ну-ка, зато у меня, видели, многое кончается, ребята, я имею в виду сливы, вишни, груши и так далее, а только абрикосы надевать некуда, и, ну-ка, там видно было, что я открывал холодильник, а, наверное, все, заканчиваю, или вы закажете у меня сейчас с высоким процентом схожести, так, или в магазине их полно, нефть кислая, все магазинные сливы кислые, даже вот такие вот роскошные, все отравленные, 40 обработок, вот, а вырастить вот это вот, проще пальной репы, благодарю за внимание, жду от вас заказов.